Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Женщина в своем утробе и в течение 9 месяцев вынашивает свое чадо. Но наряду существуют некие патологии и заболевания, которые могут привести к плачевным ситуациям. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И мы сейчас находимся в отделении женской консультации при 5-й клинической больнице города Алматы. И тема нашей передачи – какие соматические заболевания зачастую встречаются при беременности у женщин. Об этом нам расскажут специалисты женской консультации. Не переключайтесь, будьте с нами. Женское здоровье. Здоровье будущей матери требует особенно бережного отношения. Оно заключается в способности забеременеть, выносить ребенка, родить. И именно здесь, в отделении женской консультации, наш слабый пол может пройти обследование и встать на учет. Наша женская консультация при 5-й ГКБ является структурным подразделением 5-й горбольницы. В нашей женской консультации работают 4 участковых врача. Работает кабинет УЗИ. Функциональный кабинет, ЭКГ-кабинет принимает ежедневно врач-терапевт беременных женщин. Учитывая, как вы сказали, что беременных с соматическими заболеваниями, среди беременных оно возросло. Поэтому терапевт, который непосредственно наблюдает за беременными женщинами, принимает ежедневно в нашей женской консультации. Каждый из вышеперечисленных участковых врача в день принимает по 20-25 беременных женщин. Кстати, приемы консультации врачей проводятся не только для женщин, прикрепленных по месту жительства, но и со всей республики, и для иностранных лиц тоже, но за отдельную плату. Также в отделении женской консультации есть дневной стационар. При нашей консультации находится стационарозамещающий, ну, как обычно говорят, дневной стационар. Дневной стационар рассчитан на 7 коек. Тоже ежемесячно по нагрузке у нас проходит, ну, по нормативам проходит около, так, где-то 40-45 женщин получают лечение в дневном стационаре. Соматическое заболевание – это так называемая внутренняя болезнь. При этом большому риску подвергается женская часть населения с беременностью. И сигналом по ходу к врачу является. Это, во-первых, первое место занимает у нас сейчас анемия у беременных. Очень часто встречается из-за питания, из-за экологии, из-за условий сейчас жизни. Потом хронический пилонефрит, в которых с детства протекает эта болезнь, и во время беременности очень часто обостряется. Заболевание щитовидной железы. Артериальная гипертония, которая может быть и вне беременности, и во время беременности обостряться. Анемия и артериальная гипертония – одни из часто встречаемых патологий среди беременных женщин. Значит, гипертонизионное состояние – это системный симптомокомплекс, вернее, который возникает во время беременности. Он характеризуется сразу несколькими симптомами. То есть появление во время беременности отеков, повышение артериального давления. А в нашем случае имеет место именно повышение диастолического артериального давления. И в моче возникает протеонурия у некоторых беременных от такого тройного симптомокомплекса, который возникает во время беременности. Ну, наиболее чаще и чаще у каждой второй женщины, встающей у нас на диспансерный учет, у нее есть железодефицитная анемия. То есть гемоглобин в норме должен быть у беременных 120-140, у нас чаще всего 110, самый не это высокий 110. И дальше, чем больше срок беременности, тем ниже падает гемоглобин. И 80-90, бывает до таких доходят, что нам приходится консультироваться с гематологами. Беременность могут сопровождать не только приятные ощущения, но и симптомы нарушения пищеварения, такие как боль в животе, боль в пояснице. Причем такие признаки могут появиться даже у абсолютно здоровых женщин. Это состояние обусловлено изменением гормонального фона и как следствие соматическим заболеванием. Беременность – это нормальное состояние, это не заболевание. Беременная должна просто наблюдаться, вовремя ходить, сдавать, чтобы вовремя выявить соматические, так называемые, экстрагентальные заболевания. В чем же сокрыта причина возникновения анемии и артериальной гипертензии? Причина возникновения – это, во-первых, это наследственный фактор. Мы всегда спрашиваем, какой по счету ребенок в семье? У ваших родителей, у папы, мамы есть какие-либо заболевания? И чаще всего получается, что уже наследственная, получается, женщина, которая пришла к нам на учеб, она по счету четвертая, пятая. Мама ее тоже не соблюдала интервал, подряд рожала. И вот она попала в эту группу риска. Потом второй фактор – тот, что социальные, то есть они кушают плохо беременные женщины, не потребляют те продукты, которые способствуют здоровому организму. То есть анемия приобретенная. Или третий уже, что есть у нее еще какое-то заболевание, которое сопровождается анемией. Вот так вот. Причина, первая причина – это сама беременность. То есть сама беременность, она вызывает вот этот симптомокомплекс, который во время беременности возникает, он в основном после 20 недель беременности. Сейчас по новой классификации это называется гипертензионные состояния. Есть определенная классификация, по которому эти состояния классифицируют. Какой же симптоматикой сопровождаются эти две грозные по своей природе патологии? Тройной симптомокомплекс может быть двойной симптомокомплекс, то есть появление отеков, повышение артериального давления именно диастолического и протеинурии, то есть наличие белка в моче, так скажем. Вот эти осложнения, они возникают очень часто во время беременности и осложняют течение беременности. В нашем случае это вот мы женская консультация, как бы наш уровень, это вовремя выявить этот симптомокомплекс, наблюдение за этой женщиной обязательно и оптимальное определение срока и метода родоразрешения, то есть самостоятельно либо оперативно. Мы видим по внешнему виду, это называется объективные. Женщина бывает бледненькая, слезистые вообще, то есть губки, слезистые глаза, должно быть розового цвета у всех. Ладошки, посмотрите, у вас розовые ладошки. Они приходят, они бледненькие, потом у них спрашиваешь, вы когда ходите, у вас бывает одышка при быстрой ходе? Да, бывает, доктор. Вот я иду, пока дошла до остановки, у меня голова закружилась, хожу, у меня одышка. Вот это вот факторы. В смысле жалобы такие возникают. Потом анемия, может быть, стала на учет у нее еще нормальный гемоглобин, а потом, чем больше срок беременности, ее организм мало вырабатывает в кровяных клетках для двух организмов, и у нее уже появляется, например, во втором или третьем триместре беременности, не сразу. Такого рода заболевания вполне могут привести к более тяжелым последствиям, например. Ну, это может обернуться тем, что, во-первых, может прерваться беременность, самое первое, в малом сроке, что и организм такой слабенький, что и не выдерживает такую ножку, непосильную, так сказать. Потом, если беременность, дай бог, она пролонгируется дальше, она может сказаться тем, что, вот вы говорили о артериальной гипертензии, это то заболевание, которое возникает не на пустом месте, а именно на фоне анемии, на фоне хронического пионефрита. Вот может артериальная гипертензия появляется на фоне ослабленного организма, организма, анемии. И может привести к тому, что женщина может во время родов осложниться с кровотечением, ребенок очень плохо растет, и когда он родится, он уже может быть ослабленный, больной ребенок. Из-за того, что женщина была неподготовлена, вот опять мы возвращаемся на круги своя, это то же самое, что женщина должна подготавливаться к беременности, к родам. Осложнения женщины, которые нерегулярно ходят на прием, которые не обращают внимания на вот эти симптомы, которые возникают во время беременности, это очень грозные. То есть возможны кровотечения, отслойки, плаценты, возникновение, клампсия, судорог – это самая тяжелая форма проявления артериальной гипертензии. То есть антинатальная гибель плода очень может привести к плачевным последствиям, которые возникают во время беременности. Мы сейчас находимся в кабинете диагностики, и женщинам при беременности необходимо пройти обследование на УЗИ аппарате при первом триместре, втором и при третьем. Процесс осмотра пациента и постановление правильного диагноза само по себе очень ответственная и трудоемкая работа. И в этом плане профессионализм и умение врача играют большую роль. Ведь на кону жизнь как минимум человека, а может и двух, если пациент беременна. В первую очередь даем общий анализ крови. Это клинический анализ называется, видим гемоглобин. Если что-то вызывает сомнение, уже биохимические анализы. Лабораторные данные обязательно нужны. И опять же, там есть своя грань такая, когда мы уже должны отправлять на консультацию к узкому специалисту, то есть гематологу. Гематолог, он уже свои рекомендации. Мы обычную анемию совместно с терапевтом лечим по протоколам, которые признаны у нас в нашей республике. А если что-то там, уже что-то за грань наших знаний как бы выходит, то тогда мы уже гематологу отправляем. Существуют протоколы, и по этим протоколам врачи назначают лечение. При анемии и артериальной гипертензии. Мы придерживаемся определенных протоколов, которые у нас есть во время беременности. То есть это наблюдение. Мы говорим, что измеряйте давление, чаще сдавайте общий анализ мочи. Эти женщины просто наблюдаются в течение беременности, допустим, с данным видом заболевания, и они могут с ними благополучно рожать. Но если это состояние отягощается, то есть повышается артериальное давление, появляется белок мочи, эти женщины, мы должны их госпитализировать. Они должны находиться на лечении в стационаре. В основном мы подбираем препараты терроральные, то есть таблетированные, которые они могут дома принимать. А если уже не помогает, тогда уже по назначению мематолога мы можем внутривенные инъекции, внутримышечные. Вот такой метод для лечения. И эти препараты женщина беременна должна принимать до родов непрерывно. А потом уже после родов уже там сдают анализы. Если надо будет, она еще и после родов будет лечиться. Соматические заболевания в последнее время распространяются с большой скоростью. Печально, но этот недуг в большой степени затрагивает молодых девушек и женщин. И самым эффективным способом избежать болезни является своевременная диагностика и профилактика. Поддержит такого образа железни, чтобы гемоглобин у них был в норме. Есть мясная диета называется. Есть побольше красного, отварного или на пару мяса, нежирного, постного мяса. И говяжьей печенкой мы рекомендуем употреблять для того. Ну, продукты, что еще считается, фасоль много содержит железа. Если говорить о соматических заболеваниях, именно об артериальной гипертензии, обязательно эти женщины принимают препараты кальция. Ну, это разные могут быть. Кальциамин, кальций, Д3. Обязательно смотрим за свертываемостью крови. Это называется гемостаз. Эти женщины должны принимать обычный простой аспирин. Аспирин, тромбаз назначаются этим женщинам с целью профилактики. Ну, и все. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хотелось бы добавить, какое бы нас заболевание не настигло, нужно своевременно обращаться к квалифицированным специалистам за помощью, так как это заболевание может обернуться осложнениями и в итоге привести к плачевным ситуациям. Ну, а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин